Сейчас готовится еще партия двигателей, мотается и, я надеюсь, на следующей неделе встанут на стенды для испытаний. После того, как мы проведем все эти испытания, мы приступим к сертификации этих образцов. Также сейчас ведется работа по аккредитации лаборатории. В тесном контакте работаем с органами аккредитации. Приезжали представители, исследовали документацию, исследовали лабораторию. Сейчас как раз работа идет, она предшествует подаче заявки. Объем колоссальнейший, потому что новым для оценки только журналов рабочих в лабораторию нужно разработать больше 30. Причем в России мы не нашли предприятий, у которых можно было бы запросить образцы этих журналов, потому что пока не нашли ни одного российского предприятия, которое занимается тестированием электрических машин, который был бы аккредитован. Тем не менее, придется разрабатывать. Есть вариант электронных журналов. Работа идет очень большая. Помимо того, что разработать журналы, надо еще больше, большое количество, десятки документов разработать. Разработать необходимо провести через курсы сотрудников, провести их обучение, доучивание, переучивание и так далее. Поэтому очень много работы. А также нужно приводить соответствие условия лаборатории, в частности уже с тем, что у нас там большая машина монтируется. Нам нужно выводить рабочие места операторов в отдельное помещение, поэтому там тоже большая работа предшествует всему этому делу. Поэтому работы очень много. Также параллельно ведутся работы, помимо вот этого большого класса работы, ведется работа с подрядчиками, с подготовкой к госэкспертизе, документации, как архитектурно, так и строительных частей. И поэтому, поверьте, объем уже столь колоссальной работы, что я восхищаюсь сотрудниками, которые рискнули ввязаться во все это вместе со мной. Я полагаю, что если бы они знали, что их ожидает, они бы тогда сто раз подумали, столь ли в это ввязываться. Потому что ответственность это само собой, но сам объем. И сколько, не поздно, но неизвестно, ну в каком плане, допустим, но надо в голове вначале сложить это производство, все, да. А потом переложить это на бумагу и привести это в соответствии со всеми нормативными документами. И согласовать со множеством-множисом организаций. Вот Карен Шахназаров, когда его спрашивали, сколько его занимали строительство Мосфильма, он сказал, 10 лет. 9 лет, говорит, согласовывал, а не 20 лет. Поэтому получается так, что если сравнить с Шахназаровым, то мы бежим, как борзые собаки за зайцем. Ну, как говорится, дорогу усилит идущий, поэтому работа идет и идет каждый день. Каждый, 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 каждый каждый день. Сейчас вот так же приходится заниматься еще и поиском дополнительных документов, которые там, в принципе, раньше не делались. Это тоже приходится делать, но надо это пройти. И, в принципе, потом, когда будем переводить лабораторию на основную площадку, будет уже проще, потому что, когда первый раз это сделаешь, второй раз подтверждение, все остальное, но это уже намного меньше. Поэтому мы сейчас делаем, проходим те этапы, которые должны были по плану делаться уже на основных площадях. Ну, просто нельзя время терять. И следующий момент, когда говорят, вот, ну, хорошо, вы там это самое сделаете, двигатели, а вот вас не будут приобретать, покупать и так далее. Вот, хочу, что, немножко не то, что успокоить, а объяснить простую позицию. Есть там компании российские, хотят они покупать, не хотят они покупать. Это их дело, это их бизнес. И мы не будем в него ни вмешиваться, ничего навязывать. Мы сделаем намного проще. Мы сделаем намного проще. Вот эти вот оптимизированные двигатели характеристики, которые вы видели. Кстати, вот претензии к тем, кто занимается информационной поддержкой, небольшие такие претензии. Ребята, а почему протоколы по 90-му габариту, L6, не распространены в медийном пространстве? Я должен этим заниматься? Ну, да, на тех ресурсах, которые я поддерживаю, я выложу. Я могу найти, найти, сейчас, минуточку, я выложу ссылочку. А почему в других ресурсах этого ничего нет? И я нигде не встречал. Это что, вот когда нам говорят, что вот, дескать, где информация, что вот нападают, и партнеры не могут никак отбиваться, потому что у них нет информации, да? Потому что говорят, а вы нигде из питания не покажете. Вот я дал ссылку на форум двигательной.фор.ру, раздел протоколы. Там есть и заключение на предыдущей стороне, есть на предыдущей странице четвертой, там есть протоколы, а вот на пятой странице там есть заключение. Поэтому пользуйтесь, когда возникают вопросы. Вот противовес, это достоверная информация, которую можно проверить. Если у кого-то есть возражение, или которое это считает недостоверностью, милости просим. В лабораторию, берите специалистов, сядьте, проведите самостоятельное испытание, или мы будем проводить, вы будете контролировать. Пожалуйста. И если мы где-то там что-то не то написали, значит скажите, это ложь. И тогда у вас будет полное основание с фактами в руках говорить, что проект лжет, дает недостоверную информацию. Но если же это подтвердится, значит будьте добры принести свои извинения и сказать, что это работает. Это касается и вас, Захарова Алексея Владимировича. Официально вас приглашаю в лабораторию. Поднимите свое величество и принесите в лабораторию. И тогда опротестуйте нас, как я приезжал к вам в лабораторию. И тогда мы с вами поговорим объективно. И за диссертацию тоже. Мне есть что вам сказать по этому поводу. Побеседуем. Если смелости наберетесь. У меня смелости хватило к вам приехать. И деньги вам заплатить. За испытания. И результаты у меня лежат пакеты ваших. С одними результатами и другими результатами на один и тот же двигатель. Абсолютно разными. Ваша лаборатория это сделала. Ваша. И вот тогда побеседуют. То лжец. То лохотроны разводят. То что. И кто кого задолбал. Сделайте хороший двигатель. Чтобы вами Россия гордилась. Что бы говорили. Я сильно с ним возьму. Я буду брать Элдин. Я буду не темовский брать. Элмашевский буду брать. Я не хочу. Я ЕГЭ. ТБ. Айбиби. Нет. Дайте мне Элдин. Дайте мне Русл Промовский. Это двигатель. Вот это да. И я тоже буду вами гордиться. А пока извините. Было 52% рынка. Слетели до 0,01. По данным бизнес-стат. Вот вам оценка. И вот вам, уважаемые коллеги. Информация. Объективно. Обоснованно. Неголословно. Пользуйтесь. Аргументированно. Пользуйтесь. И защищайте свои интересы. Потому что проект. Это. Не только наше детище. И ваше детище. Ну вот. Я думаю. Мы. Тщательно. И детально разобрали. Плюс еще. Видео. Которое было. Плюс еще будет одно видео. Где на каждый. Тезис. Провозглашенный. Захаровым. Алексеем Владимировичем. Будет ответ. Тоже в видео. С данными. С цифрами. В видео готовится команда. Сударева. Поговорим. Побеседуем. Объективно. С фактами. И с аргументами. Мы можем назвать даже. Эту передачу. Аргументы и факты. Засемь позвольте. Закончить. Эту бредовую часть. Ну и перейти к вопросам. Добрый самолетянин пишет. Да. Все. Что вы говорили. Непонятно. Начинается. Какой-то доктор наук. Или кто. Да. Захаров. Алексей. Владимирович. Владимирович. Извините. Я не это самое. Доктор наук. Диссертацию. Он защитил во Владимире. В 2017 году. Здравствуйте. Хотелось бы побольше узнать, как продвигаются дела на стройке. Непосредственно на площадке сейчас работы не ведутся. Потому что мы уже говорили, что для начала строительства нам надо госэкспертизу пройти. Мы сейчас поэтапно проходим. Всевозможные этапы согласования. Но резюме от госэкспертизы еще не получено.